всем привет сами дмитрий урсул в этом видео хотел бы рассказать о таком интересном способе работы с меди регионами как или скопирование часто очень задают этот вопрос по поводу того как вообще удобно можно делать работать с регионами с меди когда например очень часто повторяется одна и та же партия ну к примеру вот у меня есть такой фрагмент и допустим я хочу что вот эта партия от этого синтезатора играла все в мои четыре повтора ну то есть логично что мы просто копируем эти регионы и собственно все получается так как надо но бывает проблем в том что на каком-то этапе аранжировки понимаешь что какая-то партия не совсем удачная то есть например какой-то аккорд мне про здесь не нравится мне нравится ритмика то есть я хочу что-то поменять или поменять velocity и я понимаю что мне придется потом все это дело убирать удалять заменять новыми версиями или там ни в коем случае не запутаться что здесь я изменила здесь я не изменял вот в общем это добавляет ненужных неудобств и это очень легко решить то есть если вы уверены что у вас будет какой-то фрагмент использоваться но при этом вы хотите иметь возможность быстро что-то поменять то вот есть такой интересный способ вместо обычного копирования как я только что показал мы будем использовать создание так называемых и лес или ну скажем так ссылок или копии виртуальных наши вот этого региона все что для нужно это копировать не только зажатой клавишей option а еще добавить клавишу shift и вот мы видим что в этом черном меню подсказки появляется надпись make one ls и вот так выглядит собственно это или с ним прописано название самого региона номер трека именно физический номер трека и такт в котором начинается тот регион который скажем так отображается то есть я могу расставить как угодно уже эти и лес и как копии и фишка в том что я могу отредактировать вот этот скажем так основной регион и все его дочерние автоматически примут тот же вид что и этот регион можно конечно же сказать что ну это ничем не отличается от лупа то есть я могу например убрать эти или с и просто сделать луп по сути да действительно то же самое то есть я могу вот в таком режиме лук просто поменять в основном файле какой-то какие-то параметры и они тут же скопируются во все вот эти лупы но дело в том что это относится только когда у нас во первых идет беспрерывно друг за другом а в случае с и лес мы можем не обязательно ставить друг за другом то есть могу скопировать хоть куда угодно и это работает не только на одном треке но это работает и вертикально то есть на низкий трек я могу например этот регион переместить на абсолютно другой трек с другим синтезатором с другим звуком но партия при этом будет играться вот это из этого региона и таким образом партия уже можно играть сейчас я поменяю чуть-чуть звук то есть если она к примеру здесь что-то поменяю допустим сделают это первый аккорд длинный и давайте проверим здесь то есть все тоже самое копируется таким образом можно очень удобно создавать вот такие клоны то есть у вас есть какой-то основной меди регион в котором прописано к эта партия и вы можете этот меди регион скопировать по разным местам проекта как горизонтально так и вертикально и быть уверен в том что вы если захотите поменять эту партию то вам будет достаточно просто переписать в основном в скажем так материнском регионе эту информацию и она тут же поменяется во всех дочерних регионах то есть это очень удобная функция например с тем же ритмом это очень удобно вы у вас например есть партия бочки которая играет каждую долю вы вдруг решили попробовать сделать бочку не прямой а какой-нибудь там со смещением и чтобы не заново не копировать это все по всему проекту вы можете просто поменять даче основной регион и все дочерние автоматически изменится под этот регион ну я думаю дальше вы уже сами сможете придумать применение этой фишки но советую ее освоить и помнить о том что она есть вашем арсенале ну а на этом в этом видео все увидимся с вами в следующих видео всем успехов в творчестве всем пока